Несмотря на мой, казалось бы, несерьезный вид, у меня к вам, дорогие друзья, довольно серьезный вопрос. Что общего у манной каши и карьер за нищие команды в ФМ? Правильно. Это мало кому нравится. Но я любитель такого контента, понимаете? Так что, если вы тоже такой же, как я, извращенец, то есть любите наварить кашки, врубить карьеру за нищуков, то это видео для вас. Видео, в котором будет минимум экшена, но максимум информации. Так сказать, видео формата подкаст. Под пивас. Видео про таких, как я. Безработных, но прикольных чуваков. Так что, если вы играете в ФМ и у вас, как в завирусившейся сейчас песне, нет бестов, нет денег, нет бестов, нет денег, это тоже видео для вас. Короче, всем привет. С вами я, Сэм Ахунг. И, как говорил Антон Чейз, сидя в кинотеатре и просматривая очередной трейлер рекламный, сука, давайте уже начинать. Приятного просмотра. Лайки, комментарии, колокольчики, подписки и приветствуются. Итак, друзья мои, я создал сейв за Манчестер Сити. Вы спросите, почему, Антон, ты что, Глариссимо? Нет, друзья мои, все просто потому, что у них довольно сильная скаутская система. Всех футболистов видно, все скиллы видно. И тем более, каждый футболист, тем более безработный, желает присосаться к нефтяной сиське. И благодаря этому мы поймем, кто сколько денег хочет получать. Правильно? И что меня шокировало? То, что есть в игре 22 тысячи безработных игроков. При этом я не самую большую базу подгружал. Я подгрузил просто все топ-5 чемпионаты. Это около 60 плюс тысяч футболистов. То есть, получается, друзья мои, в Европе каждый третий безработный. Кошмар. Кошмар. Тут не нужно быть Соловьевым даже, знаете ли. Так, друзья мои, сейчас мы проверим все 22 тысячи 29 футболистов по позициям. Начнем с вратарей. Ну что ж, поехали. Вратарь это полкоманды, но не полвидоса. Поэтому мы только в начале нашего пути. Ну что ж, самый, очевидно, сладкий вариант, сладкий как пончик, да, который Дехе в молодости воровал в супермаркетах. Это Давид Дехе, мужик до сих пор на фри. Честно говоря, я не сильно впечатлен его скиллами. Да, реакция 19. Есть некие технические скиллы неплохие. Но игра в штрафный 8, с обороной не умеет взаимодействовать. Менталка какая-то кривая, физика отличная. В принципе, возраст для вратаря вообще шикарный. Тот же Вандер Сар в МЮ пришел в 50 лет и стал натуральной легендой. В принципе, Дехе тоже, можно сказать, легенда МЮ. Но Вандер Сар выиграл все практически на клубном уровне. Дехе, ну, по-моему, АПЛ он брал, если я ничего не путаю. Короче, сколько денег хочет Давидушка? Давайте узнаем у его скромного агента, которого зовут Макс Корбетт. Мы очень заинтересованы. 130-170 тысяч в неделю. А если поторговаться, а если быкануть, то это не работает. К сожалению, как по мне, 130-170 тысяч Дехе это довольно много. Поэтому, как бы, вариант, ну, для тех, кто хочет собрать тот самый праймовый Манчестер с Дехеей, с Джонсом, со Смолингом, с Джоном Оши и прочими прекрасными ребятами. Не наш вариант. Друзья мои, скоро зима, холода, одинокие дома. И что же нас с вами согреет в такое время? А я вам скажу лучшие цены на монетки от Александра Овечкина. У него все быстро, качественно и надежно. Кстати, сейчас идет очень неплохое снижение цены на саму новую фивку. Если вас данная информация заинтересовала, вся нужная инфа в описании. Если вы скажете, что вы пришли от меня, используйте мой промокод. Получите еще неплохую скидку сверху. Информация в описании. Орлаускис, литовский футболист, по-моему, поигравший даже в России, если я ничего не путаю. Да, 7 матчей за Рубин и еще матчи за какие-то выдуманные команды, которых даже почему-то не отображается. А, это команды, которых просто сейчас не существует. Унирия Урчизини, Славауауи. Понял, короче, одним словом, fucking Slaves. Какой-то он очень удивленный. Наверное, тому, что очень тяжело жить на 0 долларов в неделю. Понимаю, сам в такой ситуации был. Ну, это неплохой вратарь, если вы играете, допустим, в FNL. Но не более того. Просто ради любопытства, если Дехея хочет 140 тысяч долларов, то сколько денег хочет Орлаускис? Давайте-ка узнаем. 14-17? Как по мне, тоже довольно много. Я бы на его месте вообще бы особо не возникал и на месте его агента. И просто за еду играл бы хотя бы, да, тем более в Манчестер-Сити. Но вот такой-то он человек. Ладно, на самом деле, это все, конечно, шутки. То есть, я не собираюсь все это просматривать. Давайте, как говорил злодей из Пятого Фаркрая, проредим стадо. Правильно? И сделаем вот такую вот фишку. Не все знают об этом, да. Это мировая репутация. Можно указать, чтобы она была достаточно хорошая. И, в принципе, это вот уже вот, собственно, отфильтрованы футболисты, которых все уважают. Это известные имена. Собственно, Ерштейн, например, да. Однажды в Фифе у него был 83-й скилл. Вот хороший плотный вратарь с хорошими плотными вратарскими скиллами. Честно говоря, если выбирать между ним и Дехея, я бы, наверное, даже выбрал его. Да, это старый динозавр. 38 лет ему. Но, между прочим, он играл за команду Викинг. Тоже уважаемо. Сколько он захотел бы денег. Давайте полюбопытствуем. Вот, в принципе, слушайте, вот хороший вариант. Скромный 16-19 тысяч. В принципе, если выиграть за, ну, нищую команду, даже второго какого-нибудь топ-дива, то пойдет. То есть, в ту же парму он у меня залетел бы с удовольствием. Тима Хорн. И еще есть вратарь подобного же уровня, но намного, намного более молодой. И я думаю, что по деньгам тоже вряд ли он будет сильно прям возникать. Ну, у этого парня, так сказать, залупа размутана чуть посильнее. Он хочет тридцатку. Но, в принципе, если брать на фри, то даже в топ чемп такого игрока вполне можно взять. Но во вторую половину команд еще из интересных фамилий я наблюдаю. Кико Кассилья, да, человек, у которого, между прочим, побед в Лиге Чемпионов больше, чем у Ибры. Буфона. Роналда Зубастова. И даже, даже больше, чем у Милоша Красича. Это Кико Кассилья. Тоже достойные скиллы. Правда, я не очень люблю вратарей, у которых характеристика отбивания 16. Плюс эксцентричность довольно высокая. То есть он будет, откровенно говоря, чудить. Но, в принципе, мы это видели. Когда Ареал побеждал в ком-то финале ЛЧ, он там выносил таблички какие-то, рофлил, короче, по полной. В общем, не вратарь, а, я не знаю, блин, это Тарапунька и Штепсель, или как его, клоун из АБВГД, как его звали-то я забыл, блин. АБВГД-ка, ну, кто из вас нравил АБВГД-ку? Клёпа, во. Но, давайте поинтересуемся, сколько денег хочет Кассилья. Ну, вот, двадцаточка, в принципе, поторговаться можно и забрать себе, между прочим, именитого галкипера. Есть еще Диего Алвес, например, тоже любопытный вариант. Известный тем, что брал пенальт, но тут почти все старые. Вот из молодых вариантов, разве что Варгас, 29 лет, ну, это какой-то ноунейм, и скиллов вообще нет никаких. Не знаю, почему у него хорошая репутация, он даже за сборную не играет. Кто это такой вообще, почему он мировая звезда? Я не знаю, Панамский чемпионат. Возможно, я от футбола отстал, и сейчас Панамский чемп, это суперкруто вообще, блин. Короче, эта повязка мне Бошкун. Прямо сжимает мой мощный мозг. Ну, знаете, я парень умный. С другой стороны, это было сразу понятно, как бы, да? Ну, хоть кто-то, да, такой же умный, как я, хвалил Ефутбол 24. Да, конечно, нет. Центральные защи, смотрим. У нас здесь сразу есть любопытные мощные фамилии по типу Мустафи. Да, то есть, можно реально собрать сборную АПЛ десятых. Это Дехея, это Мустафи. Хорошие скиллы, но у него, скорее всего, есть какой-нибудь скрытый неприятный скилл по типу травмоопасность. То есть, он пойдет мимо, не знаю, там, стола в столовке. В столовке и просто сломает себе ногу, зацепившись об чужую ложечку. Смотрим, сколько он хочет денег. Ну, я бы ему платил копейку. Ну, в принципе, деньги небольшие, терпимые. Но я бы не рисковал. Да, возраст хороший, скиллы добротные, природные данные 8 и, скорее всего, травматичность высокая. Поэтому Мустафи, опять-таки, вариант для тех, кто любит риск, понимаете? Алма Митуре. Этого парня я прекрасно знаю. Это универсал. Чтобы вы понимали, он может сыграть и в центре обороны, и справа, как мы видим, да? К тому же, я прекрасно помню, что в одном из сейвов я его брал себе куда-то там. Не помню, этих карьер за ничуков было очень много. Но у него тоже, с природными данными, беда. Видимо, тоже травмы мужика замучили. Да, есть такое дело. По деньгам, как вопрос обстоит. Ну, в принципе, Фабиан Браун или это просто релацированный Варламов, короче, говорит, что хочет тридцатку получать. Можно, конечно, рискнуть. 27 лет можно рискнуть. Если у вас есть лишняя тридцатка, само собой. Алма Митуре. Запомните это имя. Есть Стивен Колкер. Ему всего лишь 31. Серьезно? Я думаю, он уже лет 50. Довольно известная личность. Тоже играл в АПЛ. Немало. Или я что-то путаю. Было дело. Даже были слухи о переходе в Локомотив. Несколько лет назад. Потом он поменял гражданство на Сьерра-Леоне. Не знаю, с чего это. Блин, а может мне тоже встать? Леоне. Звучит круто. У него с природными данными все в порядке. Но вот скиллы сами по себе даже не уровня Виктора Васина. Интересно, в этой базе есть Виктор Васин, чтобы, так сказать, не быть голословным и так не муфышт. Это скорее в стиле фильма про Борна. Да? Фома Акиняев, Ишкиш Брыгыш. Васин. Васин даже сильнее, ребята. О чем здесь даже говорить. Поэтому Стивен Колкер не наш вариант. Аяло, поигравший за Миддлсброя. Так, парня, помню, 200 матчей отарабанил. Вроде бы и не старый, но скорость 8 тоже не наш. Откровенно, вариант. Ищу дальше какие-то солидные имена. Вот Лайамур, тридцатник. В принципе, для чемпионши подобротный игрок. Сильный. Видно, что здоровьем крепок. Опека отбор присутствует. Салиф Сане, поигравший за Шальки. Но, да. Насколько я помню, у него не самая крепкая менталка. И тоже проблемы с природными данными. Если ведь футболисты с плохими природными данными, то, ребята, это уже тупо лотерея. Настоящая получится. Нет. Он может хорошо играть, а может сломаться. И вы просто будете деньги в пустоту платить бичакчищ. Природные данные десятка. Это уже, в принципе, терпимый уровень. И неплохой футболист. Опять-таки, для команд не самого топ-уровня. С другой стороны, помню, я однажды взял в мадридский реал Фила Джонса. И было нормально. Хотя, где он, кстати? Где старина Фил Джонс? Подумал, что это Родолф, который играл за Локомотив 200 лет назад. Но нет. А Дилер Ами, боже мой, боже мой. Вот он. Смотрите, слушайте. Он потерял сиськи Памела Андерсон, но не грустит. Молодец. Настоящая Сигма. Ну, в общем, игрок сильнейший. Шрам на брови. Наверное, Памелка задела своим мощным соском. Ну, есть вариант прям совсем для олдов. Это Джагелка с Пейсом 3. Он просто угорает. Сейчас, наверное, потребует у меня 1030 зарплаты. Нет, за 5000 долларов готов поразвлекать молодежь. Получить их опыту. Между ними, ну, реально, слушайте, начал карьеру в 99-м году. Я думаю, что половина из вас даже не родились. Посмотрим правых, например, защитников. Здесь есть уже нам известный игрок Альма Митуре. Есть такой же молодой Матиас Суарес. Ну, вроде бы что-то в нем есть. А вроде бы что-то в нем нет. Ну, если он готов играть 1000 за 10-15, то это вариант рабочий. Да, это именно что так. Так что, если вы даже играете за какой-нибудь Воронежский факел, в теории можно даже такого Матисса потянуть. И к вопросу о факеле. Смотрите, смотрите. Тут есть Владислав Игнатьев. Правда, ему уже дофига лет. Но работяга вроде как еще жив-здоров. И тоже готов играть за относительные копеечки. Из известных фамилий. Я вижу Малькуита, поигравшего за Наполе. В свое время довольно быстрый. Но тоже, видимо, проблемы с травмами. Да, последняя травма у него была аж на 8 месяцев. Он аж посидел, бедолага, такого. Олеж Видаль, забивавший Мадридскому Реалу к 100. Ну, с другой стороны, кто только не забивал Мадридскому Реалу, играя за Барсу. Всякие легендарные футболисты, типа Видаля, Хефрена и так далее. Там этот Месси. Карьера, в принципе, по именам клубов солидная. Барса, Севилья, Эспаньол. В конце концов, Депортиво, Алавес. И даже, между прочим, он в Реале был воспитан. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хороший игрок, между прочим. Реально классный. 33 года многовато. Но на сезончик можно взять, если по деньгам не залупиться. Хотя вот 30-ку многовато. С другой стороны, как мы знаем, в последних FM старички очень даже неплохо тащат Баяно. Был некий Баяно, помню, в Рубине. Но явно не он. Нет, такой Баяно какой-то он брутальный. Смотрите, он как будто собирается мне нос откусить. Нет, спасибо, мне нос еще пригодится. Рикардо Ван Рихан. Вот, это хороший футболист. Даже не сильно старый. С плотной физикой. Маленькая работоспособность. Это, конечно, минус. Но, в принципе, терпимо, если по деньгам сойдемся. В принципе, 12 тысяч. Нормальная тема. Вот такой вот Рикардо Ван Рихан. Я вам, так сказать, его советую. Слева в обороне попыхнет у нас кто? Кто? Смотрим. Эльмир Набиурин. Нифига себе. Как так? Такая легендарная личность. И на фри валяется. Ни одной травмы нет. Походу, он просто просрал свою медкарту. В поликлинике я тоже свою, кстати, не видел. Лет, наверное, 100. Но, несмотря на хорошую скорость, больше он нихрена не умеет. Техники нет никакой. Неработящий. Природные данные 9. Такой игрок нам не нужен. А вот Шульц, у которого большие проблемы сейчас с законом. Да, как бы говорят, что он свою то ли девушку, то ли жену так страстно любил, что у той на теле аж стали появляться следы его любви. Мы такой осуждаем категорически Шульц. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Коля. Некрасиво это, некрасиво. Но, тем не менее, скиллы у него добротные. Он очень быстрый, очень работящий. И даже реально в хорошую команду уровня условного Эвертон. Эвертон. Такого футболиста взять можно. Сколько он хочет денег? Давайте проследим. 30 тысяч по нему. Что любопытно, его агент. Девушка. Лара. Ничего не смущает, Ларочка? Такого. Ладно. Лара Шафер говорит, что 30 тысяч. Но я понимаю, да, на адвоката деньги нужны. Брайан Эдову. Тоже, между прочим, на чемпионате мира играл. Хорошая физика. Работящий. В принципе, тоже вариант рабочий. Но вот на фланге с дриблингом 6. Я бы все-таки, ну не знаю. План Харт. Крутой чувак, кстати. Очень добротный чел. С хорошей физикой. 30 лет. Нормально. Звучит неплохо. Что по деньгам? 30 тысяч. В принципе, вариант для немецкой команды, покоряющей Бундеслигу. Вполне рабочий. Жорощенников, который на особо никому... Семерка. Нет, такой я даже не рассматриваю. Хотя бы червонец нам подавая. Дэнни Роуз. То есть, Ди Роуз. Плотные скиллы, но невыносливые. Если фланговый защит невыносливый, сразу... Минус Ма... Мауру Агвайр. То есть, М Агвайр. То есть, Магуайр. Нет, это точно не наш вариант. Пеле. Дорогие мои, это Пеле. Это Пеле, как говорил дырчик фломастеров. Пеле, дорогие друзья. В принципе, сильный. Природные данные в порядке. 30 лет. Тем более, Пеле. Слушайте, ну, Пеле на фри брать, как по мне, прям сам Бог велел. 12 тысяч долларов, типа, вообще копейки. То есть, его даже можно в РПЛ спокойно привезти в команду второй восьмерки. И пас может отдать. И отобрать. Нет, слушайте, Пеле я одобряю. Еще есть, как раз таки, если уж про РПЛ заговорили, есть Ян Вила. Опытнейший игрок. За сборную поиграла. За Рубин попыхтел в свое время. 33 года многовато, но, в принципе, физики еще вполне хватит. Менталка очень в большом порядке. Мвилу я рекомендую, сколько он хотел бы деньгов. Ну, деньгов он хочет, конечно, ребята, немало. Также из любопытных... Ну, Дринквотер буквально недавно завершил карьеру. На него мы смотреть не будем. Тем более, там, скиллы... Гослинг, Гослинг, да не умер он в этом видосе, ребята. Гослинг, Дэн Гослинг, нет. Физика какая-то совсем печальная. Все-таки опорник должен быть с такой мощной физикой. Просто как настоящий питбул, чтобы выносить... Нет, ребята, нет. Нет, что-то с опорниками здесь. Ну, вот-вот, ЕТБО, в принципе, вариант добротный. Даже, я бы сказал, молодой парнишка. Здесь целое раздолье. Даже есть Зидан. То есть Пеле, Зидан, Дехея. Вы понимаете, какие легенды, ребята? Но такого Зизу я бы не рекомендовал. Ни скорости, ни выносливости. Это просто футболист для медиафутбола. Не более того. А давайте, когда сделаем вот так, чтобы все-таки хоть какие-то скиллы сразу было видно. Вот Хосе Кампания. Видно, что технарь. С физикой есть небольшая беда. Также он в моменте травмирован на полгода. Но... Но мне его скиллы, в принципе, нравятся, знаете ли. Такой опытный парнишка. Равиль Моррисон. Это большой риск в ФМ. Он всегда был невероятно техничен. Чего уж там, в старых ФМ техника у него была двадцатка. Не вру. Но в жизни карьера у него просто смешная, как мой наряд в начале этого видео. Что-то я так смотрю, ребята. Смотрю. Тут прям технарей не обнаружено. Ну вот, неплохой парень. Но, опять-таки, без физики. Такого можно взять. Но для третьего, допустим, английского дивизиона. Но вряд ли в третьем английском дивизионе. Хотя, в принципе, в 2013 там можно найти. Но не такого футболиста нет. Слушайте, можно набрать нищуков за копейки. И спокойно ими играть. Адриан Сильва. Во! Пас 16. Физика некритичная. Менталка отличная. Три-четыре года. Ну, в принципе, тоже Заяд Дарвиш. 17 тысяч баксов. В принципе, пацан себе цену знает. Но она довольно адекватная, на мой взгляд. Здесь есть такая личность, довольно известная, как Мохаммед Ихатарен. Супер легенда старых FM. Но сейчас там у него какие-то проблемы. Даже, скорее, не природные данные виноваты. А там что-то у него, в общем, как говорится, нужно идти к этим вот. Которые головы лечат. Там что-то какая-то беда у него конкретная. Собственно, видно, что уже вот. Да, как бы Ихатарен. Короче, нового Снейдера из него не получилось. Одним словом. Из известных личностей здесь есть Байеттиш. Байетюсь. Тоже голландец. Чуть более успешный. И в скиллах чуть более приятный. В принципе, реально рабочий вариант. Но, опять-таки, не знаю, цапничек. Я редко их использую. Тридцатку я бы ему не стал платить. Джош Анома в некоторых сейвах развивался просто в нового, там, Бэкхама или там в кого-то еще. Но здесь он, скорее, просто старина Джош Анома. Ну, я не знаю, что про таких футболистов сказать. Он как бы есть, как бы его и нет. Как бы его можно взять, если есть лишняя деньга. Ну, не 30 тысяч долларов. Нет. Тысяч 10-15. Это его реальная, натуральная цена. Джесси Лидгард. Извини. Джесси, как я тебя не заприметил. Сразу отличные природные данные. То есть, еще попыхтит лет 5, если вы его приютите, что называется, прикормите и приплатите ему сколько? Сколько? 40 тысяч. До свидания, Джесси. Такие деньги. Ты че? Ты че? Ты че, братан? Вообще не в себе. Олег Шатов. Он не доста... А что с ним случилось с Олежкой-то? Травмы нет никакой текущей. Пацаны, кто с ним знаком, пробейте, пожалуйста. Че с ним случилось? В мини-футбол, что ли, ушел? Опять пастора есть. Это тоже такой вариант, конечно, несерьезный. Но, слушайте, а какая техника? Да, если вы играете, кореш, замкал. То, что вам нужно. Только если Герман готов ему платить сколько? Давайте узнаем сколько. Совести у тебя нету? Обалдеть. Что? Что? Он непредсказуемый. Это жесть. Как непредсказуемый меня просто удивил. Есть еще Раджа, но это совсем такой вариантик, знаете ли. Да не, он все прокурил. Тут просто дальний удар 16. Только если стоять на месте и лупить поворотом. Но такого, как вы знаете, такое невозможно в вашем этом FM. Есть Николас Гайтан. Невероятно техничный игрок. Даже немедленный. Но 35 лет. Кому это нужно? Нужно только если по Руфлу. И если вдруг вы фанат Гайтана. Есть такие? Собственно, нападающих смотрим. Симона Дзадзе. Кстати, он в реальной жизни тоже на фри валяется уже года два. Никому не нужен, бедолага. Почему так? Видимо, в Италии недолюбливают лысоко. Хотя в Лацо, да, должны такого принять с распростертыми объятиями. Ну, что мне про него? Я его сам брал. Он у меня забивал. Хороший, в принципе, вариант. Что по деньгам он сейчас требует. Но, опять-таки, нужно понимать, что это он у меня. У Сити требует 20 тысяч. Понимая, что, в принципе, Сити можно и подоить. Да, но если вы играете за команду, которая живет не на нефти, а на продаже семечек. То, в принципе, там и деньги будут другие, и требования будут другие. Возможно, на 5 тысяченочек можно будет сторговаться. Джози Алтидор. Вы скажете, кто это нахрен такой? Но, между прочим, еще в FM 2009, я не шучу, я его брал в ЦСКА. И он забил у меня 100 мячей в РПЛ. Тогда он был хорош. В принципе, он и сейчас неплох, если смотреть вот так вот на него. И не смотреть на столбик ментальных скиллов. Потому что физика в порядке. Финишник есть. Он габаритный форвард. Собственно, забивать умеет, но не всегда. Баньи. Тоже для меня известная личность. Помню, в одном матче в 16-й FIFA он забил за меня 7 мячей. Играл в команде Sports.ru. Молодец. Но у него совершенно нет скорости. Шейн Лонг. Забил ли сегодня Шейн Лонг? Ну, с финишником 11 вряд ли. Кайседа. Кали. Кстати, Кайседа очень хорош в своей 34. Вот, кстати, Кайседа рекомендую. Да, выносливость небольшая. Но чисто такой лис у ворот. Да, с такой-то менталочкой. Вполне это возможно. Что по деньгам? 30 тысяч. Это бред, конечно. Кстати, он, по-моему, играл в Сити в свое время. Да. Даже забивал. Представляете? Чек забивал в Сити. А потом такой думает. Ах, не пойти ли мне в локомотив? И пошел. На фри валяется 128-летний Куаль Ярелла. Ну, это вариант для тех, кто играет в серии... Не знаю, там даже не С. В серии... И! Правый. Фланг атаки. Здесь есть Кишна. Знаете, Кишна? Это что-то типа Равиля Моррисона. То есть игрок, который невероятно техничен всегда в ФМ. Вообще суперцифры. Но в жизни кто это нахрен такой вообще? Так и здесь. В принципе, техника запердельная. Даже и физика есть. И все есть почти что. Все, в принципе, добротный игрок. Но, ребят, поверьте мне. Таких футболистов я сто раз брал. Это просто провал тотальный. Белараби есть 33 года. Но скорость свою сохранил. Менталка, в принципе, не самая выдающаяся. Но без откровенных провалов. Поэтому Белараби тоже можно в команду серии... Ой, серии, говорю. Бундеслиги 2 вполне можно брать. Андрехан, помню, в старых ФМ был невероятно быстрый. Здесь он тоже хорош. Но техники нет совершенно. Значит, чисто такой работящий игрок. Чутка, правда, переломанный. Андре Аю. 33 года. Очередной лысак на фри. Очень техничен. Но в то же время очень-очень-очень медленный. Марлос. А, все, понял. Знакомая фамилия. Очень техничен. Но очень-очень-очень, сука, медленный. Но, с другой стороны, а куда ему бегать, да? Он не работает. Куда ему? До магаза. Ну, и, собственно, на этом его приключения заканчиваются. Сквердо я брал, помню, в Сандерленд. Брал за деньги. Или брал на фри. Но он был хорош. И здесь он тоже, в принципе, приятный. Скилл имеет. 30 лет вполне можно брать. По деньгам он просит. Копейки! Вот это я уважаю. Вот это, я понимаю, адекватный подход к жизни. Да. Не стоит залупаться. Как бы тебе предлагают реальные деньги. Амин Юнес. Немец, поигравший в Наполе. Как и Малькуит. Братан, куда просрал технику. И вы скажете, Антон, но ведь техника 16. Ну, а остальные скиллы? Навесы, финишинг, хоть что-то. Не, ну, в принципе, если его цель просто врываться в штрафную и давать пас на метр, он справится. Но где-нибудь в команде уровня Сибиряка. Подумал Усейн Болт, но нет. А, это локомотивец бывший. Да. Да-да-да-да-да. Скиллов, к сожалению, не обнаружено. Пожилой Перотти. 35 лет. Очень техничен. Но, опять-таки, что с тобой делать, непонятно. На самом деле, опять-таки, можно, если выиграть прям совсем за нищую команду, выиграть там 5-й дивизион Италии, то тут вам, может быть, даже Стив Люнденград подойдет вполне, да. Кто знает. Евгений Ибрагимов тоже вам вполне может зайти. Кстати, неплохая физика у этого Евгешки. Вот многим старичкам стоит поучиться. Евгений Ибрагимов из Earthquakes Академия? Нифига себе. В общем, FM, друзья мои, это гигантский простор для поиска, для разгадывания циферок. Так что, смотрим, играем, любуемся, ставим этому видео лайки. Всем удачи, всем пока.